Мурашки по коже. Первый матч, первый официальный матч на этом новом стадионе. Первая игра российской сборной в отборочной группе чемпионата Европы 2004 года. Бригада французских арбитров, которую возглавляет 42-летний Клод Коломбо. Ему помогают Венсанте Сьер и Фредерик Арно, резервный арбитр Филипп Кальт. Наша сборная вся в белом, в зеленом. Традиционные цвета Ирландии, команда наших соперников. 30-тысячный стадион Локомотив. Пока еще не заполнен, но, говорят, должен быть заполнен до отказа. Вчера уже было продано порядка 24 тысяч билетов. Составы команд. Наши гости, футболисты Ирландии. Братарь первый номер Шей Гивен. Второй номер Стив Финнен. Третий Иэн Картф. Четвертый Кенни Каннингем, капитан команды. Пятый Гэри Брин. Шестой Мэтт Колон. Первый номер Сергей Овчинников из московского локомотива. Второй номер Геннадий Нижегородов, тоже локомотив. Третий Сергей Игнашевич, тот же клуб. Четвертый Евгений Алдонин. Человек, который сегодня призван заменить Алексея Смертина. Алдонин из Волгоградского ротора. Пятый Сергей Семак, ЦСКА. Шестой Игорь Яновский, тоже ЦСКА. Седьмой Виктор Анопко, рай его льякана Испания. Возвращение, сенсационное возвращение Виктора Анопко, которому должно исполниться 14 октября уже 33 года. Восьмой номер Ролангусев, ЦСКА. Девятый Андрей Коряков, крылья советов. Самарский. Десятый Дмитрий Лоськов, московский локомотив. И единственный нападающий Владимир Бесчастных из Спартака. Впрочем, сказав единственный, я, возможно, и погорячился. Вот вперед рвется Коряк, он входит в штрафную, ему противостоит Финнан. И Финнан вынужден выбить мяч на угловой. Стив Финнан из английского клуба Фоллхэм. Собственно, в составе сборной Ирландии все игроки представляют английские клубы. Ну а наши клубы, представители которых призваны под знамена сборной, я уже вам назвал. Угловой подает Ролангусев. Подача. Анопко был на ударной позиции. Анопко едва, едва не завершил этот угловой точным ударом, поворотом. Конечно же, повтор еще будет. Очень опасный навес Гусевой. Вот так наши начали. Капитан нашей команды Сергей Семак отдал направо. Здесь справа под десятым номером Дмитрий Лоськов. И все заканчивается аутом. Вы видите Виктора Анопко. Какое начало нашей сборной. Это Шей Дивен. Очень опытный. Футболист ошибается. Семак может бить поворотом. Мог наказать Дивена. Не получилось. Какая ошибка. Это значит, что даже такой опытнейший вратарь, как Дивен, нервничает. Мы помним цитату из пресс-релизов недавнего чемпионата мира. Когда сам Оливер Кан, в итоге признанный лучшим вратарем турнира, сказал, да лучше не я. Посмотрите, какой вратарь у ирландцев. Речь шла о Шее Дивене. Есть бреши. Вы знаете, есть бреши в обороне сборной Ирландии. Это видно сразу невооруженным взглядом. И удар дальний. Удар Андрея Коряки. Как пробить поу защитных крылышек может, мы знаем. И мы в нашей программе, видите, нашего главного тренера Валерия Газаева, в нашей программе на футболе, мы специально, ровно настраивая Андрея Коряку на аналогичные действия в составе сборной, показывали его блестящие голы, которые он забивал дальними ударами. И вот сейчас попытка. Вот видите, соотношение по угловым ударам, пока они в нашу пользу. Накий тир. В какой-то момент его травмировали в время чемпионата мира. Ох, ох, какой опасный момент. И вы знаете, и вы знаете такое впечатление, что положения вне игры не было? Нет. Нет, 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 нет. Неправ Сергей Овчинников. Положения вне игры не было, показывает боковой орбит, должен быть удар от ворот. И Харт, от ноги которого мяч летел выше ворот. Колин Хилли, тот самый Колин Хилли, который 13 февраля этого года был признан лучшим в матче со сборной России. Но вот Коряка, великолепный гол. Вот такое начало. Вот такое начало. И вы знаете, друзья, должен сказать, что к этому все шло. Очень активно начала встречу наша сборная. Ликует Валерий Газаев. Его помощники. Коряка сделал все так, как он это делает в чемпионате России. Андрей Коряка, крылья Советов, 1-0. Его поздравляет Виктор Ановко. А мы видим по втору того момента ложный замах. Проскакивает мимо пятый номер ирландцев Гэри Брин. И удар рядом с ногой Шея Гивена. Очень неудобный удар для вратаря. Ну и потом, когда удар с такой дистанции, здесь много вариантов неудобного удара. Вот смотрите еще раз. Коряка едва не поскользнулся, но остался на ногах и все сделал очень здорово. Россия, Россия скандирует трибуны. Вы видите, как ликует Валерий Газаев с правого фланга. Атака ирландцев. На кейтир навешивают. Как опасно. Как дали пробить. Здесь второй опаснейший момент у наших ворот. И, по-моему, это снова... Сейчас посмотрим. Посмотрим, кто это. Да, это снова все тот же защитник Иен Харт. Мастер 11-метровых ударов. Мастер стандартных положений. Смотри, как здорово разобрался в этой ситуации Алдонин. Все делает правильно. Великолепный пас Ласькова. Бесчастных. Потрясающий гол Владимира Бесчастных. Вот так. Россия и Ирландия. 2-0. Браво наша сборная. Браво, Валерий Газаев. Великолепная комбинация. Здорово разобрался со всем Алдонин. Алдонин сделал передачу Ласькову. Ласьков уже занес ногу для удара. Дальнего удара по воротам. Но сделал именно то, что нужно было сделать в этой ситуации. А точнее, когда уже все защитники среагировали на него, на Ласькова. Последовал пас Владимиру Бесчастных. Бесчастных был один штрафной. И великолепный удар в девятку в ворот шеи Дивина. Не оставили Дивина никаких шансов. Так же, как и в первом моменте. 2-0. 20-я минута Андрей Коряка. И 24-я минута Владимир Бесчастных. Друзья, ждали ли вы такого начала? И я вам расскажу вкратце о той игре, когда закончится вот этот эпизод. Удар через себя. Было достаточно эффектно. В исполнении Джейсона Макетира из Сандерленда. Вот он получил в первом матче травму на чемпионате мира. Это повлекло с собой некую перестановку. Но в стабильном составе ирландцев. Но сейчас Макетир снова на поле. Нам сегодня противостоит команда. Но и вы слышали это уже в сюжете Константина Выборнова. Не проигравший ни одного матча на мировом первенстве. Шутка ли сказать? Ждет передачи Бесчастных. И хороший пас Яновского Бесчастных бьет из неудобного положения по уходящему мячу рядом со штангой. Показывает большой палец Яновскому. Отличная передача дальняя. Одиннадцатый номер. Килбейн играет на леом фланге по защите у ирландцев. Но дальние удары решили попробовать наши гости. Нед Колланд из английского Ипсрича пробил поворотом. Опасный футболист. Это Соломатин подключился в атаку. И уже навес. Какой хороший навес Алдонина. Алдонин как будто всю жизнь играет в составе национальной сборной. И Яновский имел шанс. Почти с угла вратарский пробил мимо ворот. Но ничего, ничего, Валерий Георгиевич. 2-0 пока тоже неплохо. Посмотрим еще раз. Посмотрите, Алдонин как увидел. Увидел Яновского. Яновский был один совершенно. Больше того, арбитр, по-моему, предупредил Киржакова, что не нужно валяться на траве. Что, в общем, серьезной травмы здесь не было и в помине. Но штрафной уж точно. Семак пробьет. 2 человека в стенке у ирландцев. И 5 наших в штрафной, включая Нобко и Игнашевича. Наши центральные защитники пошли. Там же Яновский, там же Киржаков. Чуть у линии штрафной стоит Саламатин. Семак будет навешивать. Такая борьба в штрафной. Пас назад под удар. Ласькову очень хорошо. Мяч летит над верхним правым от вартаря. Верхним углом ворот сборной Ирландии. Вы знаете, очень хорошая комбинация была сейчас разыграна. Не зря я вам представил вот всех ее участников. Увернулся, видите, от удара. Были правила нарушены. Ирландцы. Кин опасно идет. Но смотрите, как справился с ним. Справился с ним Алтонин, но Кин бьет. Чуть выше перекладины. Еще раз разберем этот эпизод. Очень опасно шел на наши ворота Кин. И вы знаете, атакуя его из неудобной позиции, Алтонин сыграл очень здорово. А это уже удар. Это уже удар Кина по воротам, поскольку мяч к нему отскочил. Удар по воротам. Овчинников мяч не задел, но задел кто-то из противобосушек. Кину наших защитников. И мяч вылетает в ворота. Вот вы смотрите. Сейчас наши не сыграли на втором этаже. Автором мяча стал, между прочим, Гэри Доггерти. Мы отметили то, как он очень удачно вошел в игру. Этот партнер по Тоттенхэму. Робби Кина. И вот наши защитники там его на дальнем углу вратарской впустили. Смотрим еще раз. Подача. Это была борьба с Яновским. Лоськов, не самый высокий футболист, занимал место у штанги. Но это нормально. Просто я говорю это к тому, что Лоськов пытался, когда уже не доставал Овчинников. Лоськов там хотел спасти команду. Будет мяч головой с линии ворот. Но не получилось. Вот вы видите момент. И не дотянулся Овчинников. Радость Мика Маккарти. И сразу же пас. А, гол! Гол! Вот такой ответ. 18-й на 18-го. И наш 18-й номер, Александр Киржаков, забивает, я не знаю, наверное, пока самый важный мяч в своей карьере. И бежит. Бежит к запасным, к тренерам. Да. Обнимает массажиста нашей сборной Михаила Насибова, Александр Киржаков. Быстрый ответ. Это то, что нужно в данной ситуации. Я только хотел начать говорить о том, вот как, что, как теперь сыграет, какую тактику изберет уже в этой новой, изменившейся ситуации Валерий Газаев. А тактика ясна. Газаевская тактика ясна. На пропущенный мяч тут же ответ. Ответ точным ударом. Ответ голом. 3-1. На 68-й минуте Догерти. И уже на 69-й Киржаков великолепным ударом пробил. Прямо-таки пробил руки Гивина, ирландского вратаря. 3-1. Россия, Россия. Это Догерти. Но сейчас, наверное, уже нужно показывать Киржакова. И мы смотрим еще раз в падении головой. Остался один. Такая мертвая зона между двумя ирландскими защитниками. Выбивал мяч и штрафной. Попал в кино. Ох, может быть опасно. Борисон бьет и пробивает нашего вратаря. Вот немножко неосмотрительно стали наши играть в обороне. Уже второй эпизод. Смотрим на табло. Интересно узнать, сколько времени осталось до конца этого матча. Линдон Моррисон на ваших экранах из Бирмингема. Так хорошо наши защитники против него действовали просто. Но не давали ни единой возможности до этого не дали Моррисону. А вот, вы знаете, Финнон очень здорово сыграл. А Нобко не успел перекрыть направление удара. Но перед этим, вот смотрите, пас, мяч. И вот здесь каким-то образом Финнон оказался на месте Яновского. Все должно быть наоборот. Было быть в этом противоборстве. Яновский должен был быть ближе к воротам. Перекрывать направление удара и паса. А Финнон у него за спиной. Но вот как-то так позиционная ошибка. И Анобко уже исправлять ошибку не успевал. Вот такая игра. Коклов и один. Положения вне игры нет. Кержаков рвется к воротам. Против него свеженький Бэб. Но Кержаков идет так, как будто защитника нет. Гол! 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 И удача была на нашей стороне. Кержаков развил феноменальную скорость. Рвался к воротам. Опередил только что вышедшего. Повторяю, свежего. Свежего Бэба. И сделал свое дело. Мяч попал в грудь вратарю Дивину. Отскочил. И трикошетом от Бэба мы говорили об удачных заменах. Тренеры ирландцев по карте словно накаркали. Два человека, вышедших на замену ирландцев, забили мячи в наши ворота. Третий резервист ирландской команды послал мяч невольно. Но послал мяч в свои. Смотрим еще раз. Кержаков. И вот от груди Бэба, этого хулигана Бэба, мяч влетает в ворота. 4-2. Это произошло на 86-й минуте. На табло надпись Кержаков. Не знаю, что будет в итоговом протоколе. Но бесспорно Кержаков заслуживает того, чтобы этот мяч был записан на его счет. Вы посмотрите, какая контратака наша. Как здорово. Лучший бомбардир чемпионата России оправдал надежды Валерия Газаева. 4-2. 4-2. Кто-нибудь ставил на такой счет? Я не знаю. Только не я. Мы ждали. Мы ждали такой игры. Мы дождались. Будет анализ. Будут анализировать какие-то отдельные ошибки защитников. Может быть. Но 4 мяча, забитые в ворота ирландцев. Это что-то. Ирландцев, которые на чемпионате мира сыграли 1-1 с немцами. Которые здорово противостояли испанцам, грандам мирового европейского футбола. И вот БЭП уже вынужден отдавать мяч своему вратарю. Все. Шансов нет. Матч закончен. Победа 4-2. Этот репортаж для вас вел Виктор Гусев. Редактор Ольга Журова. Режиссер Раиса Панина. До следующей встречи, друзья. Поздравляю с победой. Всего хорошего. Берегите себя. Поздравляю с победой.